Газ не менее опасен, чем пламя. И этот факт в октябре дважды получал подтверждение. Сначала произошел хлопок бытового топлива в городе Шуя, затем в поселке Ильинское. В результате двух трагедий погибли пять человек, в том числе ребенок 11 лет. С целью предостеречь ивановцев от опасности, сотрудники госпожнадзора вместе с полицейскими вышли в рейд по так называемой группе риска. Проверяем мы сегодня исправность газового оборудования. Сегодняшний рейд направлен также на недопущение возникновения пожаров в случае утечки газа бытового. Также проверяем целостность трубопроводов, подводящихся к газовому оборудованию, газовые колонки, газовые плиты. И, собственно, по пожарной безопасности тоже проверяем квартиры. В списке адресов многодетные семьи, неблагонадежные граждане, которых часто отключают от газа и электричества, а еще те, в чьих подъездах уже были пожары. Мы с целью проверки газового оборудования. Можно посмотреть, в каком оно у вас состоянии настроено? Смотрите, только сейчас приготовлено. Понятно. То есть вентилочек. Ну, тут это сломалось у нас, да, надо купить. А так все. Зажечь вам, да, показать? Посмотрите, давайте, давайте, посмотрим. Те, кого удавалось застать дома, от проверки были не в восторге. Практика показывает, ивановцы домашнее газовое оборудование, как источник опасности, не воспринимают. И удивляются такому интересу со стороны сотрудников разных ведомств. Мылом тут мылят, чего-то этот проверяют все, и тут, и тут помылят, посмотрят, скажут, какие-то недостатки устранить надо чего-то. И вот, все. А там смотрят, тоже не протекает ли где-то, ну, запах, они там нюхают на улицу. Специалисты МЧС тщательно осматривают оборудование, интересуются наличием сертификатов и гарантийных талонов. Отдельное помещение. Вентиляция в этом помещении как происходит? Окно открывается, да. Вон там окно. Тихо, Вася. И вот это вот, я не знаю, тут как вот это. Тоже вентиляция. Да. Объясняют, газ лучше без присмотра не оставлять, белье над комфорками не сушить, помещение регулярно и тщательно проветривать. В каждой семье в обязательном порядке сотрудники служб проводят ликбез по правилам безопасности. Поддерживать работоспособность, правильную работоспособность своего газового оборудования. Не сносились ли шланги резиновые, которые подводят газ к плитам. И, собственно, по вентиляции тоже смотреть, чтобы хорошо работала вентиляция. Ежегодно в стране происходят десятки случаев взрывов бытового газа. Страдают сотни людей. Зачастую причинами трагедии становится именно человеческий фактор, а точнее халатность и пренебрежительные отношения к бытовому газовому оборудованию. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.